Обучение в учреждениях Обучение в учреждениях В первых числах сентября на Ямале стартует убойная кампания. По традиции, первым убой начнет мясоперерабатывающий комплекс по ЮТА в Приуральском районе. А в конце октября, в начале ноября, в округе начнется основной этап убойной кампании, который продлится до конца года. Напомним, на Ямале по поручению губернатора реализуется новый механизм господдержки отрасли, при котором все оленеводческие хозяйства, вне зависимости от формы собственности, будут получать по 450 рублей за килограмм мяса оленя первой категории. Увеличение к прежним расценкам более чем в два раза. Региональный департамент агропромышленного комплекса уже пересчитал с заготовителем авансы. Субсидии получат 8 из 11 организаций, все, кто заявились на авансирование. Перечисленные субсидии позволили ряду организаций заранее заключить договоры поставки и предоставить по ним авансы оленеводческим хозяйствам, которые планируют сдавать животных на убой. Окружное финансирование запланировано с расчетом, что не менее 80 из данного новобой мяса должно быть первой категории, а оленеводы смогли получить максимальную выручку от реализации оленей в новобойные комплексы. К началу учебного года около 4 тысяч ребят из числа коренных малочисленных народов Севера доставят из тундры в школы-интернаты. Сбор продлится до 9 сентября. Ребят примут 24 школы-интерната, расположенные в городе Муравленко, а также в Урышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькубском и Приуральском районах. В новом учебном году впервые за школьные парты сядут 825 ребят из числа коренного населения Арктического региона. При сборе школьников соблюдаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем ребятам проводят термометрию, обработку рук антисептиком и обеспечивают их масками. С 22-го начали сбор детей. Первая – это Ямальская школа, сегодня по плану Сиехинская школа, то есть до 1 сентября всех детей с тундры мы привезем в интернаты. Школьники заедут уже в подготовленные интернаты, подключенные к теплоснабжению. Как и в общеобразовательных школах, в интернатах для классов составлено индивидуальное расписание уроков и график питания. Заниматься ребята будут в закрепленном за ними кабинете. Для разделения потоков учащихся организованы дополнительные входы. В каждой группе, где проживают дети, также будут санитайзеры, также будут сотрудники пользоваться перчатками и масками защитными, и дезары будут работать. Ямальский район принял участие во всероссийской акции «Добровольцы детям», цель которой – поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этой акции молодежный центр «Импульс» совместно с Центром социального обслуживания начали сбор вещей и канцелярских товаров для помощи детям из малообеспеченных семей. Данная акция проводится с 25 августа по 1 сентября официально, но мы принимаем канцелярские товары, рюкзаки, портфели, одежду до 15 сентября. Все собранные вещи будут переданы в Центр социального обслуживания, и уже сами непосредственно специалисты будут дарить нуждающимся семьям и детям. Данная акция в Ямальском районе проводится второй раз. Опыт прошлого года показал, что в Ярсале есть немалое количество неравнодушных людей. За время акции было собрано большое количество школьных принадлежностей. В этом году ярсалинцы откликнулись на благотворительность с первых дней объявления сбора вещей. 1 сентября в России это не просто праздник, а целая церемония, родители к этому готовятся. И это очень затратное мероприятие. В среднем у семьи от 30 до 80 тысяч уходит на подготовку детей к школе. Поэтому я считаю, что мы должны помочь семьям, которые находятся в трудной ситуации. То есть я могу это сделать, не это по силам, поэтому я помогаю и призываю других помогать в этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!